Уважаемый Юрий Вениаминович, уважаемые коллеги, в соответствии с нашим региональным законом о полномоченном по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, в марте мной был представлен ежегодный доклад за 2022 год, 4 адреса губернатора Алтайского края, Алтайское краевое законодательное собрание, в общественную палату Алтайского края и у полномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Доклад у нас широко обсуждался, размещен на нашем официальном сайте, в других официальных средствах массовой информации и в докладе отражены основные итоги деятельности у полномоченного в прошлом году, примеры положительного решения вопросов по обращению предпринимателей, системные проблемы в сфере предпринимательства, предложения по совершенствованию законодательства и ряд других вопросов. В 2022 году у полномоченного поступило 261 обращение, в том числе 147 письменных жалоб, 101 устное обращение, 13 предложений в нормативные правовые акты. Хотелось бы отметить, что вот тоже в качестве примера ни к нам, ни в краевое управление по развитию предпринимательства, ни к бизнес-объединению, после объявления частичной мобилизации в сентябре не было спецкобращений по вопросам мобилизации предпринимателей. Это реальный факт, а в других регионах, ну, как бы не совсем так. То есть, все-таки мы говорим о адекватном подходе органов власти в Алтайском крае к данным вопросам совместно с манкоматами. То есть, единичные, конечно, случаи были, но вот такого массового, как мы ждали, не было. Системный анализ поступивших обращений и жалоб показал, что в 2022 году тройка проблемных вопросов по тематике осталась неизменной, так же, как и в 2021 году. В 2020 году на первом месте, естественно, были вопросы, связанные с пандемией. Поэтому первое место – это обращение субъектов предпринимательской деятельности, связанных с земельными и имущественными отношениями. Второе – финансово-кредитные, банковские. Ну и третье место – обращение на действия правоохранительных органов. В зависимости от уровня полномочий и принимаемых решений, большинство обращений были на действия, бездействия и решения территориальных органов, федеральных органов власти в Алтайском крае и их должностных лиц. В сравнении с 2021 годом произошло снижение количества обращений на федералов на 3,2%. Это тенденция уже с 2020 года у нас. Тогда количество жалоб было 63%, то есть можно отметить, что сейчас уже 53%, то есть на 10% за это время. Ну и незначительное снижение жалоб произошло на действия муниципальных органов власти. При этом существенно увеличились обращения по вмешанным трехозяйственным спорам на 5%. Мы не вмешиваемся в споры двух предпринимательских структур, поскольку у нас основное предназначение – это как раз споры с органами власти. Но тем не менее, здесь в основном речь идет о вопросе нарушения прав на интеллектуальную собственность. В основном у торговли. Игрушки всякие разные и прочее, прочее. Крышки рыболовные. По результатам рассмотрения обращений в 38,6% случаев права предпринимателей были полностью или частично восстановлены. Ну и вот экономический эффект деятельности уполномоченного, то есть сумма средств полученных предпринимателями, либо не взысканных с них в результате восстановления нарушенных прав этих предпринимателей при содействии уполномоченного составила 13,6 миллионов рублей. То есть это прямой экономический эффект. В 2022 году уполномоченные и его представители участвовали в судах различных инстанций просмотрения 21 дела. Из них по 10 делам права предприниматели были полностью или частично восстановлены. Ну хочу отметить, что в 2022 году в Кодекс административных правонарушений были внесены поправки, позволяющие уполномоченным в субъектах по годотайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении в сфере предпринимательской деятельности, быть допущенными к участию в деле в качестве защитника. Причем это безусловное право. То есть мы имеем право выступать по административным делам именно в качестве защитника. Ну могу сказать, что я воспользовался этим правом в октябре 2022 года, принял участие в суде в качестве защитника, предприниматели у нас известны, промышленное предприятие, ну и с весьма положительным для него результатом. В целях защиты прав предпринимателей уполномоченным осуществлялось активное взаимодействие с контрольно-надзорными органами. Большая работа проводится в взаимодействии с прокуратурой Алтайского края в порядке и совместных приемов по обращению предпринимателей, в том числе выездных, муниципальные образования, общих заседаниях советов при прокуратуре и уполномоченном, участие в котором принимают и представители ведущих предпринимательских объединений, контрольно-надзорных органов, органам законодательной, исполнительной власти, общественные помощники уполномоченного, муниципальных образованиях, приглашенные предприниматели. На таких вот заседаниях советов мы рассматривали актуальные вопросы в сфере предпринимательства, разбирали конкретные примеры административного давления на предпринимателей и оказание им помощи. Вот таких заседаний у нас за прошлый год было проведено 5, хотя по регламенту должно было быть 4, то есть каждый квартал, но и также было проведено 2 совместных приема предпринимателей с прокурором и его первым заместителем, в том числе с Фоминым Александром Николаевичем в Аббийском районе, то есть выездное. Проблемы, которые обозначались предпринимателями, касались на приемах административных барьеров проведения бизнеса, неправомерных действий в отношении принадлежащего предпринимателю имущества, фактов распространения лицами в надзорные органы ложных жалоб в отношении бизнеса, проведения прокурорских проверок и так далее. То есть вопросы все были взяты на контроль прокуратурой края, ну и часть обращений в нашу работу. В течение года осуществлялось конструктивное взаимодействие с губернатором края, председателем депутатами АКЗС, правительством края, общественной палатой, органами местного управления, предпринимательским сообществом. Ну вот из примера взаимодействия, действующие в начале года ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса и введением экономических санкций в отношении России со стороны недружественных стран и объявленной стране частичной мобилизации, конечно, вносили свои коррективы как формат взаимодействия и проведения мероприятий, так и тематику обсуждаемых вопросов. Вот в феврале в связи со снижением количества заболевших коронавирусом граждан, мною было направлено обращение к губернатору края с предложением отменения системы QR-кодов в регионе, в части допуска граждан в торговые, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, иные общественные места. И предложения были губернаторам учтены с 1 марта, а действующая система допуска с использованием QR-кодов была отменена. Причем мы одни, наверное, из первых в стране это сделали. Также в начале марта уполномоченным совместно с руководителем ведущих бизнес-объединений региона были сформированы и направлены в правительство края предложения по региональным мерам поддержки для малого-среднего бизнеса, направлены на снижение налоговой нагрузки, земельным и имущественным вопросом, поддержки компаний, стоящих экспортные операции по товарам и услугам произведенных на территории региона, включая компенсационные выплаты. Ну и для оперативного мониторинга социально-экономической ситуации поддержки бизнеса в связи с введенными в России санкционными ограничениями в аппарате полномоченного была открыта горячая линия. Кроме того, совместно с прокурором края проведено было оперативное совещание с руководителями банковских структур, это буквально, наверное, начало марта самое, по проблемам, связанным с повышением банками процентной ставки по уже выданным коммерческим кредитам, субъектам предпринимательской деятельности, цели соблюдения их интересов, недопущения напряженности. В течение года уполномоченный принимал активное участие в заседаниях и рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики края под представительством губернатора, экспертных советов при органах исполнительной власти, комитетов и комиссий АКЗС, общественные палаты, общественного совета при ОФНС России по краю, на которых обсуждались и корректировались антикризисные меры, направленные на сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, локализацию максимального количества производителей товаров и услуг, ну и меры по поддержке конкретных отраслей бизнеса. Из законодательных инициатив. В августе, реализуя свое право законодательной инициативы, мы вместе с комитетом профильным нашим АКЗС по промышленности и предпринимательству и туризму внесли на рассмотрение в АКЗС законопроект о внесении изменений в краевой закон о налоге на имущество организации, в части уменьшения налоговой базы в отношении недвижимого имущества до 300 квадратных метров для офисов, торговых объектов, объектов общепитов, этого обслуживания, административно-деловых и торговых центров помещений. В них данный законопроект был разработан как раз во исполнение поручения губернатора. Это вот из перечня наших предложений, связанных с устойчивостью экономики как раз, в целях дополнительной поддержки субъектов МСП. 25 августа на 11 сессии депутаты приняли законопроект в двух чтениях. С 1 января 2023 года наступило действие, но следует отметить, что установленное законоположение действует только в отношении юридических лиц. То есть по индивидуальным предпринимателям это установление льгот по налогу на имущество находится в компетенции представительных органов муниципальных образований, на территории которых видны эти налоги. Ну и вот, несмотря на рекомендации КЗС, я всем главам писал, соответственно, письмо, что рекомендации были принять соответствующие нормативные проекты на муниципальном уровне. Данный вопрос так и не был решен. Я чуть позже в предложениях об этом еще раз проговарю. В 2022 году продолжалась реализация проекта День выполномоченного муниципальных образования, в рамках которого проводятся семинары встречи с предпринимателями, рассматриваются актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности, создания благоприятного делового климата, реализуемые в регионы меры поддержки для МСП, вопросы налогового администрирования, ну и другие. И во время выездных мероприятий проводятся личные приемы предпринимателей по жалобам. Останавливается посещение также производственных предприятий МСП с целью ознакомления с деятельностью, обсуждение с руководством перспектив развития, сложности, с которыми приходится сталкиваться бизнесу. Мы также и смотрим реализацию господдержки, которая была оказана, ну и необходимость господдержки отрабатываем тоже на последующий период. Вот такие выездные обучающие семинары были проведены в прошлом году в 18 муниципальных образованиях, ну там нам где-то и COVID мешал, ну и лето иногда, да, из них 10 с участием депутатов АКЗС. Ну в том числе в Зменогорском районе в прошлом году принял участие в семинаре председатель Заксобрания Романенко Александр Алексеевич. Могу сказать, что вот в прошлом году было обучено 812 субъектов, в текущем году мы провели уже 12 таких выездных семинаров в районах края, в том числе два с участием председателя Заксобрания. Уполновоченным с учетом мнения предпринимательского и экспертного сообщества был сформирован основной круг наиболее проблемных вопросов, которые в 22 году существенно осложняли ведение предпринимательской деятельности и в настоящий момент негативно влияют на деловой климат в Алтайском крае. Вот я считаю, что системная проблема, ну и предложение, наверное, наиболее существенные разделы нашего доклада. По ряду системных проблем произошли изменения, снизилась их актуальность, но некоторые остаются неизменными. Ну вот первый он представлен на слайде. Мы из года в год говорим про налоги. В регионах Российской Федерации с учетом различной бюджетной обеспеченности создаются неравные условия для развития предпринимательства. То есть финансовая обеспеченность за счет собственных доходов региона имеет возможность в рамках полномочий, предусмотренных налоговым кодексом, устанавливать и сниженные ставки, льготы по ОСМ, налогу на имущество, налоговые каникулы, вычеты. Ну то есть тем самым создавая преимущество для субъектов своих предпринимательской деятельности. Большинство же дотационных субъектов Российской Федерации такой возможности не имеют, ну и включая Алтайский край, конечно. То есть в 22-м году на федеральном уровне, например, мы в числе мер поддержки бизнеса обсуждался вопрос о необходимости снижения тарифов по страховым взносам до уровня 15% для субъектов МСП с 1 рубля выплат. То есть после МРОТа, да, это установлено. Мы речь ввели с 1 рубля выплат, то есть МРОТ тоже. До июля 22-го года включительно по поручению президента Российской Федерации этот вопрос должен быть проработан правительством, но решение, к сожалению, так и не принято. Кстати, этот вопрос становится еще более актуальным для бизнеса, да, с учетом позиции президента России по серьезному повышению МРОТ с 1 наряду 24-го года. Остается актуальным вопрос и оплаты индивидуальной предпринимательной дополнительно страхового взноса 1% с дохода, превышающей 300 тысяч, то есть вообще ни о чем, что такое 300 тысяч, да, для предпринимателя. После этого дополнительно включается еще 1% от всего оборота. Нам практически на каждой встрече предприниматели об этом говорят. То есть в 2014 году была установлена эта величина порога годового дохода для ИП, и она остается неизменной в течение 8 лет. То есть за этот период уже МРОТ совершенно другой стал, совершенно другой. С 2014 года, если вспоминать, там чуть ли не со 100 рублей у нас он ушел до сегодняшнего, да, увеличился порог дохода при применении специальных влоговых режимов, поэтому величина дохода не соответствует средним относительным заработным платам. То есть 300 тысяч мы говорим там по 30 с лишним в месяц, то есть это для работающего, да, ну и умножаем на 12 и получаем. То есть даже с этой точки зрения, ну а предприниматель все-таки не просто наемные работники. Вторая проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неноговых платежей, она регулярно озвучивается у нас представителями предпринимательского сообщества, но до сих пор так и не решена. Неноговые платежи – это одна из ключевых проблем для бизнеса, они не учитываются при расчете многовой нагрузки на бизнес, не регулируются. Например, основные проблемные вопросы, возникающие при внедрении новых информационных систем, да, это дополнительная финансовая затрата на приобретение оборудования и программного обеспечения, особенно для микробизнеса в сельском местности, где просто нет даже устойчивого интернета, нет возможности найти дополнительного специалиста, ввиду небольшого дохода, связанного с низкой покупательной способностью населения. Ну а во многих ситуациях и просто вообще отсутствие таких специалистов, способных обслуживать новые системы, особенно в сельском местности. Ну и если вспоминать маркировку, то и для крупных производителей как бы введение вот этой всей информационной системы стало очень большим ударом. То есть там суммы просто в десятках и даже где-то и в сотнях миллионах рублей. Ну и здесь же, конечно, хочу отметить третье, наверное, это проблема влияния санкционных ограничений на ведение предпринимательской деятельности в 2022 году, да, произошел разрыв цепочек поставок, резкий рост закупочных цен, спад спроса, падение выручки, дефицит оборотных средств, кассовые разрывы, нарушение валютных платежей. Особенно пострадали предприниматели из отраслей, высоко зависимых от внешнеэкономической деятельности иностранных товаров, услуг, у них появились сложности и происшлений доставки по импорту, сложности поиска аналогичных критически важным иностранным продуктам или сервисам, которые более не поставляются в России, ну и так далее. Сегодня многое, конечно, из этого восстанавливается, но далеко не все в достаточном объеме. Ну и четвертая проблема системная, это завышенная кадастровой стоимость, она остается актуальной, и сейчас, как следствие, происходит рост налоговых платежей, земельный налог, налог на имущество, стоимости аренды, выкупа имущества, но происходит в том числе и из-за того, что в едином государственном реестре недвижимости, по данным которого проводится кадастровая оценка, содержится некорректное сведение. То есть эти сведения поддаются органам места самоуправления без уточнения характеристик каждого объекта, не учитывается также состояние рынка, не может бюджетное учреждение у нас рыночную оценку делать, платежеспособности населения, расположение объекта, наличие поблизости объектов инструктуры и так далее. Ну и тема, которую тоже мы обсуждали в рамках вашего заседания, да, общественная палата, дефицит квалифицированных рабочих кадров и иных рабочих специальностей, в некоторых сферах оголяются целые направления, об этом предприятили говорят, наблюдается отток специалистов рабочих профессий, либо в более благополучном отрасли, либо за пределы края, связанные с непрестижностью рабочих профессий у молодежи, низким уровнем зарплаты, по сравнению с крупными городами и другими регионами, отсутствием четкой схемы целевой подготовки специалистов. Ну и вот особенно это осуществляется во всех сферах, в сельской местности повсеместно нужны не только опытные и умелые операторы современных комбайнов, тракторов и прочая оснащенная электроника современной техники, ну и работники ферм, которые справятся с машинным доением, роботами и другим точно оборудованным. Ну а кроме того, наверное, что тоже немаловажно, то есть ощущается не меньшая острая нехватка неквалифицированных рабочих кадров, иногда даже может быть и больше, в первую очередь население, конечно, то есть это вот тема, которую все поднимают. Есть определенные тоже предложения, но необходимо однозначно целенаправленная совместная деятельность и бизнеса и государства, популяризация рабочих специальностей, разработка неклассических схем профориентации, подготовка, программа подготовки кадров по рабочим специальностям, в том числе и при участии потенциального работодателя, который сегодня зачастую отлучен этой системой подготовки, то есть чтобы обучить учащегося конкретным компетенциям. Ну и еще ряд системных проблем, и в том числе в отраслевых сферах деятельности. Все системные проблемы прошли обсуждения с предпринимательским сообществом Алтайского края, так как для их решения требуется совершенствование законодательства, не только на региональном уровне, но и в первую очередь на федеральном, они были направлены в аппарат федерального полномоченного для включения в ежегодный доклад уполномоченного при президенте, который Борис Юрьевич Читов в мае представит Владимиру Владимировичу Путину. В связи с действием в отношении России экономических санкций, правительством Российской Федерации активно отрабатываются меры поддержки бизнеса, как финансового, так и не финансового характера. Тем не менее, конечно, ряд форм поддержки предпринимательских структур могут быть приняты и на региональном, и местном уровне. В связи с этим, в целях оценки работоспособности, внесенных в 2022 году изменений в закон налоги на имущество организации, о котором я говорил, 300 квадратов, необходимо провести анализ его правоприменения по итогам первого квартала 2023 года. Ну а для решения вопроса о принятии нормативных правовых актов, устанавливающих особенности определения налога на имущество физических лиц до индивидуальных предпринимателей, необходимо провести в муниципальных образования оценку количества таких объектов, выпадающих доходов, что у меня ощущение, что главы отвечали просто по автомату. Они, как видели, что надо льготы по налогу предоставлять, у них уже там цифры в голове крутились неподъемные. Хотя реально уже первые варианты есть по количеству объектов, во многих районах это совершенно не так. Больше, наверное, для городов проблемы. Поэтому после оценки количества объектов можно будет просчитать размер выпадающих доходов из заведения данной меры поддержки, тем более там есть еще ограничение. Один объект у предпринимателя, а не 3-4-5, ну что такие тоже есть, особенно по городам. Ну и оценить возможность компенсации выпадающих доходов со стороны краевого бюджета. Губернатору я эту тему озвучивал на встрече. В принципе он как бы поддержал. Ну и также необходимо, о этом мы все говорим в целях поддержки инвестиционного климата, рассмотреть вопрос о принятии закона края о применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации на территории края, остается также актуальна и тема поощрения предпринимателей, имеющих в собственности объекты культурного и исторического наследия, занимающихся их реконструкцией и восстановлением. По городам особенно, хотя и по селам мы тоже эту тему видим. Мы проанализировали ситуацию, считаем, что необходимо законодательно закрепить льготу по налогу на имущество для таких объектов хотя бы на 5 лет после завершения комплекса работ. Серьезных потерь для бюджетов это не повлечет, зато будет стимулом для бизнеса по восстановлению таких объектов. У нас обращения были соответствующие, то есть мы в этой ситуации работаем по обращениям. В целях поддержки впервые зарегистрированных предпринимателей на оригинальном уровне необходимо рассмотреть вопрос также о расширении перечня направлений предпринимательской деятельности на использование налоговых каникул и также продление действия закона края об установлении нулевой ставки для ИП налогоплательщиков упрощенной либо патентной системы до 1 наря 25 года. На сегодняшний день действие данного закона ограничивается текущим годом. Вместе с тем налоговым кодексом регионам предоставлена возможность использования данного механизма налогового стимулирования еще на год. То есть на год продлить и посмотреть еще все-таки какие-то перечни направлений по которым нулевая ставка может применяться. В крае одной из новых мер финансовой поддержки по решению губернатора уже третий год является предоставление грантов в форме субсидий субъектов МСП на развитие торговли в сельских территориях. Данная мера поддержки оказалась весьма востребованной среди сельских предпринимателей. На деньги гранта можно приобрести торговое оборудование, оборудование с программным обеспечением для автоматизации процессов торговых штатских помещений, автомобилей и так далее, и так далее для торговли. Размер выделяемых средств на финансирование по данному направлению уже явно недостаточен. В 2022 году такую поддержку на все проекты в приоритетных сферах получили 42 субъекта предпринимательской деятельности на общую сумму 30,1 миллиона. То есть все средства они уже использованы. И мы видим при проведении наших мероприятий выездных о том, что потребность очень большая. То есть явно не 30 миллионов. Поэтому считаю необходимым рассмотреть вопрос об увеличении размера финансирования на предоставление грантов минимум в два раза уже в 2023 году, ну и на 2024 последующие. То же самое я Виктору Петровичу при встрече вот эти предложения озвучил. В общем-то он поддержал, в том числе и вот эту тему увеличения посмотрит при последующем увеличении бюджета. Ну и хочу поблагодарить за совместную работу, в том числе и членов общественной палаты, потому что мы с многими едва сконтактируем. У меня есть общественные помощники здесь, да, присутствуют среди членов общественной палаты. Поэтому я считаю, что у нас с вами цели одни и те же. То есть и уполномоченный, хотя и государственный орган государственной власти, но тем не менее является структурой, которая активно работает именно на защите прав граждан, в первую очередь предпринимателей, на оптимизацию взаимодействия с органами государственной власти и на продвижение и развитие нашего общества. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...